Здорово, братцы! Ну вот мы и поехали! ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Так, тут сейчас пятака. Крутим. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ И вниз. тихоньку аккуратненько спускаемся все в обратнем порядке эти пустой паром воздух возят туда-сюда да, да, я понял, что на спуск давай, счастливо, брат тихонечко, тихонечко уже завозят, видите мы еще не выгрузились, они уже грузят мы сейчас на хвост ему и сядем или прицепы затаскивают, видите чисто прицеп аусфарт направо вот и закончилось наше путешествие на пароме но сейчас в портал лейдинг тут, наверное, на выходе спорта еще какой-то контроль нас ждет не знаю, будет, не будет будут что-то проверять, не будут ну, в общем, мне понравилось, скажу я вам 28 часов, кайфовал, один в каюте кормят на убой то есть ты набираешь себе сейчас я на ужин, поужинал, так вообще, аж дышать не могу я общаюсь на первой стоянке и спать бы, Лех это вот грузится, выгружается, грузится тут движняк такой, идет по полной так, трак, трейлер, трак и трейлер сервис нет, не сюда ну, ну, так вообще, все здорово и через 200 метров поверните налево, затем продолжайте движение прямо нет, ну, вот раз он туда поехал, значит, и нам туда да, 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 сюда, все правильно душ, как в этой, в каюте вообще температура такая комфортная подушка мягкая, матрас мягкий не качает, не укачивает продолжайте движение прямо так, что тут дальше едем движение прямо махну, уезжаем здесь тоже никого нет и тут на выезде пока тоже никого нет вот въезд так, он поехал на парк плац нам на парк плац не надо паркинг ауспарт выход нам на паркинг не надо нам нужно ехать поэтому мы беремся левее и поехали ковид-19 тест-центр никого я тут не вижу готовьтесь через 300 метров держаться левее по главной дороге видите, тут выезжаешь большая парковка сразу и на въезде вот большая парковка ну, чтобы знать возможно, что нам придется сюда ну, нам-то в любом случае на паром придется возвращаться только на какой, пока не знаю будем потом смотреть на выезде вообще видите, никакого контроля вообще никак или это вот это контроль или это просто стоят это они просто стоят на следующем повороте они просто стоят просто что-то стоят стали стоят добро пожаловать в Германию через 1,2 километра держитесь левее welcome to Deutschland так какой план? план сегодня потрудиться ночью говорил? говорил придется повториться сейчас мы идем на Любик Любик же, по-моему здесь вот штрафу включить хотя с кем я тут разговаривать собрался потом на Гамбург выходим на седьмой автобан здесь я ни разу не был в этих краях севернее Гамбурга я ходил только в район Дании по семерке вот нам на семерку на автобан нужно попасть и там мы по семерке валим до пятерки на сам на юг до пятерки автобана потом на Франкфурт на Майде и как в прошлый раз по накатанной через Страсбург до Страсбурга отсюда семьсот семьдесят километров вот за два за сегодня за ночь и за завтрашний вечер надо постараться добежать до Страсбурга ну надеюсь ночью это должно у нас получиться так прибор немецкий работает все работает все мы выходим на автобан этот еще не автобан это какая-то семьдесят пятая дорога неважно сейчас все равно выйдем на автобан скоро и погнали в сторону Гамбурга сегодня надо трудиться до 7 утра в 7 утра Германия закрывается для грузовиков это ограничение вот этого курортного сезона на июль-август так-то по субботу можно ездить до 12 ночи а так в 7 утра до 12 до 20 часов вечера Германия закрыта погнали отдохнули теперь можно и потрудиться сейчас друзья вот на секунду в дальнюю включу видите сверху это вот здесь вот ходят электрогрузовики уже вот думаю где я все это должен увидеть вот это единица автобан со стороны Любика или Лябика ну короче не важно и вот в сторону Гамбурга вот еще раз видите ну ладно не будем людей слепить может назад будет днем здесь возвращаться я думаю что за провода тут такие вот тут электрогрузовики уже ходят я только на картинках видел оказывается это правда вот в Германии с ума сойти все закончились может километров пять может семь были эти провода и потом раз резко вправо и все их не стало ну плохо темно невозможно разобрать что в чем было бы интересно увидеть как вот к ним кто-то подсоединяется как вообще все это весь процесс происходит ну для чего точнее они натянуты над дорогой интересно Гамбург пятьдесят добро ну тридцать пять нам до объездной Гамбургской вокруг Гамбурга пойдем в Гамбурге доводилось бывать и не раз мой самый первый рейс в Германию был Гамбург время полтретьего ночи здесь полчетвертого у нас полтретьего Германия автобан А7 между Ганновером и Касселем ну грузовики ладно тут в основном экспресс доставки легковые вот объясните мне куда люди едут полтретьего ночи суббота куда или откуда я не понимаю даже вот тут же Франции такого нету в Италии не заметно Германия а круглосуточно куда-то едут куда но это сейчас еще грузовики стали появляться больше уже просыпаться потому что скоро уже нельзя будет ехать ну а легковые ну куда вы едете на мопеде там или на мотоцикле что ну это сейчас вот как вот камеру включил немножко меньше стало а до этого сплошной поток шел я не могу понять куда в субботу в полтретьего ночи можно ехать таким количеством легковых машин может у кого-то есть ответ у меня нет поэтому сейчас где-то километров через 20-25 будет заправка остановимся пойдем копим кофе охотим вокруг машины 219 километров до запланированного места парковки где мы будем стоять сегодня день дальше мы уже не проедем дальше там франкфурт на майне там парковок нет и по времени уже вот сейчас получается пол третьего 218 километров это грубо берем три часа пол третьего пол шестого ну и час на паузу пол седьмого все дальше уже ехать смысла никакого нет поэтому сейчас заедем паузу сделаем 45 минут и едем там до автахоффа и там будем стоять а куда они едут я не понимаю а а а а а а гросс капучино а а а а а а а а сходил за кофе а сколько стоит вот этот вот стаканчик кофе капучино гроз большой 490 естественно в евро он мы ставим сюда знак как бы движение запрещено только кроме не габаритов ну в каком плане то есть вот сейчас вот я то на паузу заехал даже габариты не выключал ну что там вряд ли елка еще свободная будет хотя он не нужен начинает просыпаться а так если вот вы будете заедете ночевать и здесь станете и придет не габарит и ему нужно там паузу сделать или вообще здесь на ночевку остаться то у вас отсюда вежливо попросят вот отсюда вежливо попросят уехать потому что вам застоять нельзя специальная площадка для мегабаритов ну а на 45 минут ну люди ночуют бывает я сам тут таких бывало ночевал а что делать слышите где-то кто-то на кого-то обиделся а что делать когда припарковаться негде и когда вылез из кабины здесь какой-то зверь туда убежал какой-то такой непонятный вот а че можно же походить поэтому если так будешь ночевать то никто тебе слова не скажет если габарит не придет если вы если придет то вас попросят покинуть данное место парковки что походим по улице надо немножко размяться нам еще двести десять по-моему отсюда километр сегодня проехать сейчас утра все пьем кофе сейчас светать уже начнет ну скоро все будет полегче значит уже два месяца как день уменьшается это время пол шестого еще только только начинает светать а мы с вами находимся на слиянии где называют этот участок дороги слияние трех рек трех автобанов четвертого идущего с запада седьмого идущего с севера на юг и пятого идущего на восток или наоборот четвертого идущего с востока пятого идущего на запад вот здесь вот на этом участке в пять километров вот сейчас сливаемся мы с как говорится с четвертым автобаном только что буквально сейчас чуть-чуть проедем три километра и уже будет разъединение вот Маша сказала седьмого с пятым седьмой пойдет туда Австрию в район Кульма в те края ну а мы на пятом по пятому идем в сторону Франкфу на Майне Базеля Франции и Швейцарии приехать там сегодня осталось еще 50 километров сейчас пол шестого 50 километров уже будет короче седьмой час нормально можно остановиться можно остановиться и аккурат по плану на сегодняшний вечер субботний так сейчас этого поляка обойдет в последнее время все время был обгон запрещен а он так на горочке подсаживает так подсаживает дружон и хорошо через 1 километр держитесь левее левее вот куда мы уходим так уперлись упорлись она показывает вот там левее но там тоже 5 вы видите там крайне левая шильда тоже 540 автобан но там до маленьких нам нельзя ехать держитесь левее каких левее что ты придумала брит какой-то левее я тут собралась она держится вот правее на пасы выходим одна левее вторая правее в этой ситуации надо смотреть желательно на знаки улевее улевее кто правее захочет туда едет называется вот почему-то на эту которая правее не уводит странная какая-то 47 вот и тогда на вечер останется где-то в районе 290 наверное километров до страсбурга но сам страсбург там становится негде а вот там перед границей в этом приграничном городке немецком там автоков тоже есть вечером постараться туда побежать получится не получится будем стараться по идее 4 часа 290 километров должны пройти ремонт эти на пятерке пятница суббота вечер должно уже быть попроще сегодня я пролетел ночью нигде не встал не уперся ничего красиво чтобы еще вечерком так же пройти так мы за моей болтовней вот да уже ушли сюда на пятый и 46 верст хорош на сегодняшний аутро получится где-то с 500 от парома сюда там 480 490 нормально место я его обогнал смысл смысл от него от обгона нет никакого что 10 минут 7 50 минут осталось ехать ехать на этом на этом съезжаем рулем на автах как раз 50 минут это доехать до франкфурта на майне даже не даже не дает что-то франкфурта километр 80 еще где-то перед франком становится непонятно да и смысла в этом нет не спится вот поэтому поехали вот на этот саскет так до 8 вечера если честно я уже спать хочу готовьтесь через 210 метров повернуть налево на дороге с круговым движением съедьте используя второй съезд у меня уже не ездится правильно уже практически сутки как без сна без сна налево на дороге с круговым движением съедьте используя второй съезд за горланили уже используйте второй съезд так автохолл холл и снова на следующем повороте поверните на чем-то используйте второй поворот налево дизель евро 20 на следующем повороте поверните так здесь у нас сошла к балмам значит платное все это удовольствие хорошо хорошо используйте второй поворот налево где въезд затем прибудите в конечный пункт используйте второй поворот налево все замолчал слава богу ЛКВ Рай поверните направо что-то там 1 евро премиум парки что тут у нас давайте посмотрим от 2 0 до 2 часов бесплатно от 2 до 24 часов стоит 20 евро из них 10 евро на ресторан от 2 до суток стоит 20 евро такой не дешевый скажем так автахов премиум парки наверно в душ можно бесплатно ищу сходить паркшхайн а пока никого сзади нету битаус фарен что-то там шоп касса заплатить в кассу на камерах туалет бесплатный наверное душ бесплатный тоже русский нету нету ну и ладно очередной шлагбаум очередной тикет поехали теперь место искать места будут что по-любому народ разъехался кто-то кто-то в любом случае уже уехал вот видите даже ап стоит здесь немножко неудобно здесь это слева мешает а если поехать туда пробовать к самому автахов у может вай-фай украдем или не украдем как вы думаете она попробовать туда прямо к этой напротив заправки стать но там слова вай-фай не было написано нет всегда сможем сюда вернуться на свободную парковку мест хватает через 300 метров поверните налево м-болтус рейли затем через 40 метров поверните направо вот туда даже не к заправке а к ресторану вот туда вот алтахов может и цануть будет сейчас глянем есть тут куда защемиться вот прямо вот сюда вот мы и защитим вчера но если здесь не будет цянуть значит значит нам не повезло финиш . страна завершения германия все сейчас 6 утра 6 15 по местного значит 20 00 мая суда стартует . спокойной ночи не скажешь уже наверно спокойного дня будем отдыхать . в . Продолжение следует...